Друзья, всем привет. Есть автомобили, которые наши специалисты очень неохотно хотят брать в работу. Они очень капризные, потому что они ломучие, несмотря на то, что они безумно дорогие, но тем не менее, все равно наши парни брать их в работу не хотят. Именно такая заявка прилетела ко мне от одного из наших подписчиков. Пробег у нее слегка корректировался на где-то приблизительно 1050 минус. Слушай, ты понимаешь, что такой шкив телебается вот так вот? Вчера этого не было, он появился сегодня. Вот эта штука не работает. Такие машины не хотят ехать на истоке. Болт, наверное, рассохся, я ж не спорю. Бергический пошейф, не может быть вот таких укладочек. А тут немножко громковато. Есть у нас вот проблема вот этих укладителей, запотевание. Было печально. Если вот торговаться за него сейчас, надо сделать легкую палузу. Вот он хлопнул ее в заднюю крышку багажника. На 400 начинается уже чуть-чуть пинаться. Это не его автомобиль. Как-то в марте была потешная история. История следующая. Мы знаем о том, что есть автомобиль, которого нет во вторе. Он только приехал вчера на комиссию. И чтобы долго не рассказывать, по кузову машина классная, по салону машина зачетная. Мы остановились над тем, что мы смотрим подкапотное пространство. И вот переносимся там, где мы смотрим подкапотное пространство. Сейчас дай построю так. Шкив чего вообще? Я так не понятно. Шкив идет под ремнем. Генератора, кондиционера, коленвала. Коленвала скорее всего. Оттуда снизу цок отойдет. Ну, вчера этого не было. Он появился сегодня. Сегодня даже первый раз завели его не было. Со второго уже запуска пошли звуки. Слушай, ну ты понимаешь, что такое шкив телепается вот так вот? Что значит незакрученный шкив? Как ты, ну, блин, ну ты, а ты говоришь болтик закрученный. Ну, он стоит давно. Ну, может, кто-то рассохся болт. Шо, бог, блядь. Я понял, хорошо. Ладно, я с тобой спорить не буду. Ну, наверное, да. Ну, болт, наверное, рассохся. Я ж не спорю, блядь. У вас свое там видение. У вас, у нас свое, да. Ну, рассохся, ну, и в рот его ебать, блядь. Заводи, блядь. Ну, че, сейчас сделаем так? Что-то там снизу. Мандака, это ж... Навесное, скажем так. Это же не сам мотер. Чудак, блядь. Болт рассохся, потому что такое, по-моему, рассох. Не, ну, может, и резинка там могла рассохнуться зимой. Там был явный цокок, но его сейчас нет. И он сейчас и не появлялся даже подобный. А это вот портунки вообще? Нет, да портунок далеко. Тут практически новый двигатель стоит. Он проехал 220 тысяч. Уже драк какой-то там. Ну, ладно. Тема мема рассохшегося болта у нас в компании ходит уже вот эти вот полгода, даже больше, и вызывает улыбку на лице при каждом воспоминании. То есть, то, когда порассыхались болты. Ладно, с этими рассохшимися болтами имеем другой рейндж-ровер. Машина по верху рынка. Осматривает ее наш специалист Иван. Ну, по салону у меня было подозрение. В том и в этом он перетянут, скорее всего. Потому что очень он хорошо выглядит. Да и, в принципе, в таком ракурсе видны такие штуки. Руль на одной. Но, учитывая, что он у них как-то затирается, я склонен полагать, что это Бердичев делает, но делает хорошо. По пробегу, типа, есть сервисная история. Вот эта штука в той машине не работает. В той, которую мы смотрели, она не отодвигается. Шушучий мне напоминает Бердичевский пошив, но качественный Бердичевский пошив. Прошу заметить. Его просто обновили, потому что, ну, выглядит он так. Да, не может быть вот таких вот вкладочек в блендеровой. Тут все влажненько, делали предпродажку. Ну, в принципе, в каких-то и машине. Это видно. Сделано хорошо, но тут так же. Авто поверху рынка с перешитым салоном. Ну, спасибо дорого, спасибо не надо. Едем дальше. Дальше снова попадается Ивану. Следующий осмотр по кузову машина. Зачетная по салону машина. Хорошая. По электрическим блокам вопросов нет. Запускаем двигатель и тут что-то слышим. Какие-то посторонние звуки. Но, возможно, показалось. Рядом стоит такой же двигатель. Такой же рэнш с таким же двигателем. Стоит у меня звук отработает эта машина. Ну, да. Тут он работает. Мурлыкает. Разобрались с этим двигателем. Значит, от официалов рекомендация к замене балансирных валов. По ценнику они выставляют там в районе 60-65 тысяч гривен. На машине уступают 300 долларов. Говорят, ценник за нее классный. Хотя машина не по низу рынка, не по верху рынка. Но машина уже с проблемным мотором. И мы оставляем ее в покое. В этот момент, когда Иван осматривает, приходит еще одна заявка. Когда заходят люди с заявкой «Нужен рейндж-ровер», то они предпочитают оставаться в тени. Так, чтобы про них не было никакой огласки. Почему? История об этом умалчивает. Но Антон, герой нашего сюжета, вернее, парня Антона в сюжете не будет. Но для Антона, который с Западной Украины, он сам проживает в Западной Украине. Для него мы выбираем автомобиль. Он уже построил достаточное количество у себя на родине. Там их много, но все ему не нравится. То есть он сам видит, что с машиной что-то не так. Мы берем заявку под ключ. Под ключ – это когда мы за человека делаем хреновую тучу работы. То есть мы выбираем большое количество автомобилей, смотрим по ним истории, выбираем среди них лучшее. То есть парень к нам присоединяется тогда, когда нужно его участие на ключевых моментах. Так вот, Антон говорит, «Ребят, я не против, чтобы показать, как вы выбираете рейндж-ровер». Заявка попадает нашему Валентину. Я ж окей, подключаюсь. Еду параллельно туда для того, чтобы отснять этот видеоматериал и смотрим. Сейчас Валентин снимет видео по самому автомобилю. Ну, я могу сказать, что неплохой, интересный, достойный экземпляр, с учетом того, что машине уже 9 лет. Так, добрый день. Начинаем осмотр. «Рейндж-ровер Эйвок Киев 1». Начнем с передней части автомобиля. Капот, значит, у нас не крашеный. Здесь все отлично по нему. Вопросов каких-то глобальных нет. Он сидит в зазорах на своих местах. Он не крашеный. Он заклеен у нас пленкой, передняя часть. Из минусов у нас есть вот, есть как капля, наверное, да, капала цементного раствора, бывает на паркингах, да, такая вот капля упадет, и бетон, цемент выедает, чуть-чуть лачка. Ну, как бы, сдалека особо не видно это все дело. Есть вот сколы от этого всего дела, и они подкапанные. Стекло у нас, получается, есть скол раз, номер кузова, есть скол два, и трещина вот наверху присутствует. Стекло у нас атермальное, здесь все хорошо. Опять же, это все подполировывается, это притертости мелкие. Крыло переднее, левое целое, тоже, опять же, наконечник у нас в пленке. Здесь все отлично. Жабра у нас на месте, здесь все хорошо. Резина у нас 44 неделя 16-го года. Друзья, неожиданно для меня и для всей нашей команды нас в Инстаграме уже более 5000. Там действительно проходит некая жизнь, и там я отвечаю на живые вопросы из Ютуба короткими видеоответами в Инстаграме. Поэтому, друзья, присоединяйтесь, там весело, там хорошо, там бурлит жизнь. Бампер у нас сидит на месте, фары тоже без сколов каких-то глобальных. Они, опять же, тоже забронированы. Уже есть у нас чуть-чуть поднялся на парктронике краска. Надо будет это все, опять же, наверное, подкапать со временем оно отпадет. Камера чуть в сколах, забронированная туманка. Здесь радиаторы у нас не побитые, стоят на месте, вопросов нет. Сверху радиаторы тоже нормально выглядят. Омыватели есть, работают. Здесь тоже все хорошо. Передняя левая дверь у нас тоже здесь все в родном цвете. Здесь все хорошо. Накладка у нас целая. Опять же, есть какие-то мелкие притертости незначительно. Около ручки вот здесь это надо отполировать. Но отлив вмятин у нас по двери не видно. Накладка тоже у нас целая. Стекла у нас оригинальные. Здесь все оригинальное. Дверь задняя, левая. Опять же, у нас тут целая. Здесь все хорошо. Вмятина вот здесь вот небольшая, скол, да, подкапали мы его. Есть мелкие сколы, которые не до металла, не подкапанные. Есть вот притертость небольшая, но частично можно убрать, я думаю, полировкой. Накладка тоже целая. А вот еще тоже притертость небольшая имеется. Крыло заднее, левое. Здесь живое, родное. Есть опять же какие-то мелкие, может мелкие-мелкие. Вот есть получается скол. Потом по арке. По арке у нас есть небольшая. Вот тут вот как... Так краска начала подотклаиваться уже, но оно еще... Все живое, да. Здесь, да, вот от сколов, от камней. То есть этим надо заниматься, обязательно надо будет это сделать. Так, диски у нас, кстати, нормально выглядят. То есть, в принципе, не царапанные. Стекла у нас оригинально. Открутите. Так, по передней двери, кстати, в проеме посмотрим. Здесь все живое, все хорошо. Карта дверей у нас есть, опять же, вот есть на ручке небольшое. Так, да, залом на карте, на ручке двери. Здесь потом от бутылок каких-то, от вещей твердых, да, то есть продавленности в кармане карты двери. В остальном ручки. Здесь тоже, в принципе, нормально. Так, двери у нас передние не снимались, не видно. Чтобы тут что-то крутилось. Пороги целые. Пороги, опять же, у нас в пленке. Они у него неплохо, но по сравнению, допустим, с пассажирским, видно, что оно посаженное. То есть, такие уже легкие трещинки имеются. Я, кстати, не вижу, чтобы оно красилось. Обычно такие сидения красят, но я не вижу, чтобы оно красилось. Да, оно не крашеное. Сейчас, ремень работает и более-менее такой даже чистый. Дальше по салону руль у нее не запиленный. Карты у нее не подертые. Да не вижу я недостатков по салону. Его, в принципе, Валентин сейчас там видео вам подробное снимает. Но сказать, что недостатки по салону, нету недостатков. Хороший, аккуратный, такой ухоженный, можно сказать. Сзади, видать, стояло детское сидение, потому что вот отпечаток точно из него есть. Да, на изофиксах видно оно стояло. Нет, оно отойдет. Видать, только сняли. Знаете, когда сидение стоит и такой легкий штамп на коже, как бы оттиск. Метки, да, но эти метки, они... Да, здесь, грубо говоря, можно запарить эту кожу, высушить ее феном и будет счастье. Да, это не его автомобиль. То есть там написано, что у него 5 регистраций, но 2 связано с тем, что сохран номера. Вот как для рейнджа, откровенно, неплохо. Постоянные зрители знают, что у меня Volvo XC90 это довольно комфортный автомобиль. Я на нем езжу долго, а поясняю это для тех, кто вдруг вновь зашел на канал. И вот, я хочу сказать, что когда я после рейнджа сажусь в Volvo, то мне пипец дискомфорт. У меня есть такая некая, ну не трагедия, но конкретный дискомфорт. И это связано не с тем, что сейчас осень, что сейчас хандра, плохое настроение. А это связано с тем, что в памяти рейнджровер все равно остается. В рейнджа ехать комфортно, прикольно, приятно. Да, у него там ублюдочное меню по мультимедиа. У него есть свои недостатки, но там ехать комфортно. Там садишься, там удобно. Удобная посадка, удобное расположение кнопок. Там классно все. И вот после рейнджа, когда садишься в свой автомобиль, то есть такой легкий дискомфорт. Все работает, все как надо. Здесь тоже все отлично. Торпеда целая, никаких следов по ней там, ремонтов, трещин, царапин я не вижу. Потолок тоже целый, он не химчищенный, его надо будет от химчистить, потому что здесь вот грязные места вот есть, да, на потолке. Вот здесь он, здесь вот тоже есть. И та же самая история с этой стороны. Ну и весь он чуть-чуть такой слегка запыленный. Надо будет его чистить по задней двери. Каркас двери целый, не битый. Есть у нас вот здесь вот надо будет приклеить вплотнительную резинку. Царапин по карте больше я не вижу. Здесь все отлично. Консоль тоже целая, с ним все хорошо. Здесь тоже все отлично. Все работает, дефлекторы. Все нормально, да. Тоже есть небольшие затертости. Здесь вот какая-то царапина на обшивке. Арка у нас тоже целая. Есть небольшие притертости при посадке, когда-то люди чем-то там царапали, наверное, да. Здесь вот есть царапина от ремня, очень-то безопасность. И вот протертость у нас есть по арочке. То есть это надо будет красить. Ну, подкрасить это дело, чтобы оно дальше не распространялось. Крыло заднее. Здесь целое. Опять же фонарь у нас сидит на месте. Бампер задний у нас подкрашивался. Ну, вот чуть-чуть он как бы не в зазорчике сидит, но терпимо. Да, вот на нем есть следы. Прикосновения раз. Вот есть след два. Есть небольшие зацарапанности. Вот опять же есть что-то тут грузили, поцарапали. Есть тут небольшая вмятина на крышке багажника. Вот она бликует. Есть у нас вот проблема здесь на вот этих уплотнителях заднего стекла. Вот они деградировали. Их нужно будет убрать. Или поменять. Так. Здесь у нас стоп-сигнал на месте. Так, парктроники на месте. Все хорошо здесь. Опять есть какие-то прицарапанности. Когда грузили, что-то поцарапали. Заднее правое крыло у нас целое. Вопросов нет. Крыша у нас целая тоже. По ней тоже ни вмятины никаких не вижу. Там все хорошо по крыше. Есть какие-то ответы, царапинки такие, но они не глобальные, не грандиозные. То есть тут не вижу смысла сюда даже вообще лезть. С крыши все отлично. Люк у нас целый, без трещин каких-либо. Фары у нас получается здесь оригинальные стоят. Они не ремонтированные. Панели здесь не разбирались. То есть я не вижу следов снятия установки. Здесь все нормально. Здесь все нормально. Здесь все целое. Каких-то потеков по двигателю я тоже не вижу. Стаканы. Здесь все отлично по ним. Все в родном окрасе. Каких-то там нюансов я не вижу прям. Все в заводские крепежи. Никакого колхоза здесь нет. Трубки. Все отлично. Потеков никаких нету по двигателю. Запотевание с подгорловины. Маслозаливное есть. И все. По большому счету сверху вообще ничего нет. Есть у нас номер кузова. Стакан с номер кузовом тоже не крашеный. Опять же, везде все родное точка. Здесь я не вижу, что здесь что-то было печальное. Друзья, в школе автоподбора точно быть. Ну, хотя бы как минимум, чтобы вы понимали, куда смотреть, что видеть, какое оно должно быть. Что вы от этого получите? Ну, как минимум, вы сможете работать самостоятельно. Вы сможете выбрать себе автомобиль. В конце концов, вы сможете стать нашим партнером в регионах. Ребят, сейчас пишется большая программа. Очень вы поможете, если напишите, что программа в себя должно включать. Пожалуйста, напишите в комментариях о том, что вы хотите видеть в программе. Все в меру, в допуске все. Нормально. Здесь тоже все хорошо. Так, капот еще сам. Сам капот у нас тоже в заводе. Опять же, он пленочкой заклеен. Кант, это хорошо. Обшивка у нас целая. Она не пробитая, не царапанная. Здесь все очень достойно. По этой стороне тоже у нас полка крыла целая. Само крыло здесь тоже целое. Здесь все отлично. Здесь вопросов никаких нет. Все замечательно. Аккумулятор меняный. В остальном здесь все замечательно. Все. В остальном здесь все замечательно. Еду за этим рейдж-ровером, дабы посмотреть. Ну, в смысле, еду сзади для того, чтобы посмотреть, насколько он дымит, насколько он чипирован, чипован, правильно сказать. Но пока не вижу никаких клубней дыма из него исходящих. Есть подозрение, что у него даже еще катализатор на месте стоит. Хотя на таких машинах часто их просто наглухо выбивают. Ну, имеют усаживые фильтра. А так, в общем-то, достойный аппарат. Значит, предварительно мы видим, что задняя правая дверь регулировалась. Она немножко ниже опускалась. Причина непонятна. Ну, сейчас едем на СТУшечку. Значит, парень не согласился, чтобы мы подключали своим диагностическим оборудованием. Поэтому едем на специализированный СТУ для того, чтобы посмотреть, что с автомобилем подключится. Плюс внизу на яме поползать, посмотреть на нем. Лично я изначально не поверил в то, что автомобиль неплохой. Ну, потому что мы выяснили, что машина сначала ездила в Днепре. Потом последние полтора года она катается по Киеву. На момент продажи у нее сейчас 172 тысячи километров. Плюс продают ее перекупы. Но по всем исходным, исходящим данным, машина действительно неплохая. Вот эти вот уплотнители. Обычно снимаются боковые вставки, вытягиваются уплотнители. И без них, да. Потому что они внутри алюминиевые идут. Начинают деградировать. Идет окисление, коррозия подрывает его. А с учетом того, что он на внутренней стороне держится, на солевой основе, он его держит. А коррозия все-таки... Дело такое, она его ломает. От шкуры видно легкие потертости. Ну, то есть, как мы и подозревали, передний-задний бампер крашеный. По кузову я вот так отхожу снизу, ничего не вижу. Кто-то он хлопнул ее в заднюю крышку багажника. На дверей, потом на крыле есть такая, аж до грунта выбитая. 45-я неделя, 16-го. Подъеденная наружная часть. 44-я неделя, 16-го. Здесь вот сожрано. На спущенном колесе ехал. 48-я, 17-го. 44-я, 16-го. Переднее правое. Ну, я думаю, что пока констатируем факт, ничего не думаю. Потому что предположение может быть хреново пуча. Ну, большого кошмара не видно. Пыльник рулевой тяги здесь сопли пошел. Ну, имеется в виду, смазка с него вылазит. Пыльник шаровой правой. Трубка от поддона к радиатору. Куда, где соединяется патрубокоплаждение, там сопливит. И, в общем-то, мотор более-менее сухой. Здесь, где можно особо заглянуть. Резина передняя левая, 17-го года. Скоро, к тому же, 7-я или 8-я неделя. Все остальные колеса 16-го года и одно из колес пожеланное. Ну, имеется в виду, на спущенном проехали. Единственное, что вот передний этот, как его, скажите, я скажу. Ни помню, говорил, не говорил. Демпферный маховик, он уже болтается. Ну, снизу особого сроча нет. Задний подрамник на этих самых, на шайбах не лежит. То есть тут еще просто это резины. Потругали, понюхали, понюхали, подергали. Нормально. Не стучит, они такие слегка потрескавшиеся, но не все целые. Ну, то есть легкие трещинки только есть. Наблюдаем дальше. Сейчас парни читают. Скорее всего, надо будет менять замок. 174 тысячи, последний раз возникла ошибка. На 400 начинается уже чуть-чуть пинаться. Я внесу ясность, 400 это не пробег. 400 это давление самого масла. Порядка 5000 это количество адаптаций для пробега. То есть количество переключений передач. Или же на русском языке мы из этого понимаем, что когда, а по официальной версии масло меняли в этой коробке, но адаптацию не делали. Поэтому то, что здесь меняли масло, ну честно говоря, лично для меня я вот такую воспринимаю информацию, как лапша на уши народу. Потому что любое уважающее себя СТО, а именно так позиционируют парни, что они ездили на каждое СТО, так вот любое классное фирменное СТО не пропустит адаптацию после замены масла. А здесь ее просто не было. Ну здесь 5000 адаптаций, она, наверное, ни разу не адаптировали коробку. При замене масла. То есть надо поменять масло в коробке, сделать нормальную адаптацию и посмотреть, как она себя будет вести. То есть это ошибок еще нет, ничего нет, но это значение... Пограничное значение. Пограничное 450. У нас 300. То есть не сильно пограничное, но на это надо обратить внимание, если он захочет себе ее оставить. Два ключа. Тут все нормально. Один ключ в машине, два зашили. Все. Если вот торговаться за него сейчас, надо сделать легкую паузу. Я понимаю, что может быть... Ну, маловероятно, что она уйдет. Потому что РНЖ не каждый день покупать. Но если сделать легкую паузу, то мы можем выиграть немножко больше денег. Но могу сказать, что был такой опыт, что и чуть-чуть можем и проиграть. Если есть кто-то охотится еще на автомобиль, то, честно скажу, неплохой. Значит, по опыту. Смотрите, сейчас вечер. Сейчас точно никто ничего... Вряд ли он где-то кому-то будет что-то предлагать и смотреть. И плюс такие машины не хотят ехать на СТО. Все СТО сейчас уже закрываются. У нее подкрашенный бампер передний-задний. Видно, что снимался лючок для подбора краски. Регулировалась задняя правая дверь. Слегка скрученный пробег. По факту у нее там приблизительно 220... Короче, практически 230 тысяч. Заявлено 178. Дальше чего? Слегка потрескались задние сайлентблоки подрамника. Но обычно в этом году они уже просто на шайбах лежат. Что говорит о том, что действительно это ее пробег. Не сильно скрученный. Значит, по сайлентблокам я сейчас поясню. Сайлентблок стоит в среднем 1200 гривен. Один. Ну, 1000-1200 вот так вот. То есть, вменяемых денег. Но для того, чтобы его поменять, надо открутить 4 и снять подрамник. Для того, чтобы перепрессовать сайлентблоки. И вот здесь вот надо понять, что надо отстегнуть всю ходовую. Повыкидывать полуося, отстегнуть кардан. Отстегнуть пневму. Как только отстегиваем пневму, сразу понимаем, что надо обращать внимание на клампана. На клампана. Клапана. И точно так же надо обращать внимание на маслоотделитель. Поэтому геморроя и времени это займет, ну, довольно-таки серьезное количество времени. А здесь мы видим, что они еще не убитые. Но, тем не менее, в будущем человека это ожидает. Еще говорит о том, что у нее честный пробег. Это вот задние... Где откидывается ляда нижняя часть. Там есть тросы. Так вот, тросы там, где большой пробег, они обычно ржавые. Тут они, ну, слегка ржаленькие, не сильно. Легкая течь на соединении. Там, где идет не обратка, а подача трубки на радиатор. Ну, оттуда просто часто сливают масло. И поэтому оно там подтекает. А так, в общем-то, везде целый. Стремных, акцентирую внимание, замечаний нет. Данный экземпляр был приобретен. Был приобретен он по цене 26,5 тысяч долларов. Изначальная цена была 29, ну, если быть честным, то на самом деле изначально цена была 28,5 тысяч. После того, как мы его детально осмотрели, посмотрели, талантливые перекупы сразу же поставили плюс тысячу. 29,5 и потом такие, ой, да нет, что вы такое говорите. Машина была так изначально стоила. Ну, мы-то парни куконы, у нас есть скрины и всякое такое. В общем, торговались, торговались, доторговались до цены в 26,5. Машина была приобретена, машина была оформлена. Машина поехала в западную часть нашей необъятной родины. Ребят, большое вам спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Не забываем подписываться на канал, потому что я-то вижу, что по статистике более 60% люди смотрят канал без подписки. А раз они смотрят, значит им интересно. И постоянно цифра одна и та же. Поэтому подписываемся на канал. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Ну, а я поехал писать школьную программу. Субтитры сделал DimaTorzok